Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» ответы на ваши вопросы. Правда ли, что обилие знаний мешает чистой вере? Правда? Потому что видим мы и на ваши предположения подтверждения у святых отцов. Например, Феофат Затворник говорит, что всякое знание сушит, даже богословское. Не будем забывать, что знания касаются предметов, принимающих участие в нашем тварном бытии, своим тварным умом, постигая тварное, прилагая к нему силы рассудка, мы обогащаемся, конечно же, знаниями и понятиями, но они остаются в круговращении нашего временного тварного бытия. Нельзя забывать, что и ум наш, одна из сил, Богом сотворенной, Богом данной нам души, тварный и, объемля собою предметы, также тварные, он как бы обогащается тем временным, что не может быть основанием для произрастания души в жизнь вечную. Миссия знаний привести нас к порогу веры и, усваивая божественные откровения, принимая благовествование, человек, просвещенный для этого, наученный различать или собирать звуки в слова или из букв составлять тексты, которые, потребляя, он впоследствии ими просвещаемый уже от знания, от информации, принадлежащей тварному миру и изреченный образами, воспринимаемыми в этом тварном мире, восходит уже к миру нетварному. От творения восходит к Творцу чем? Знанием ли? Верой. Мы веруем в Бога для того, чтобы знать Его, а не ищем знаний о Нем для того, чтобы в Него уверовать. Есть некоторое Богом явленное откровение, достаточное для того, чтобы всякий человек убедился в божественном бытии, не для того только, чтобы принять это к сведению, а для того, чтобы и жизнь посвятить хождению и движению теми путями, которые Бог положил для человека ради осуществления той вечной цели, ради которой человек и был создан. Потому, прославляя дома знаний, светские училища и университеты, почитая библиотеки, где собраны свидетельства человеческой мудрости, мы, тем не менее, главным для себя домом именуем дом Божий, церковь. Которая подает нам хлеб жизни вечный. Есть такие слова в Ветхозаветном Писании. «Пошлю на народ этот за его жестокосердие не голод хлебный, а голод Слова Божьего». И вот от этого голода страдания еще более тяжкие, чем от физического недоедания. это следствие отсутствия веры. Сколько бы не узнал человек нового, как не приумножился бы его интеллект, его показатели IQ, сколь неудачно заполнял бы он различные тесты, и высоко было бы его ЕГЭ, если эти знания не привели его к вере, они остаются лишь пустым поводом для надмения человека. Вот в этом как раз и подвох многознания, что создают они для человека иллюзию его особого могущества, его значимости. И он, меряя себя подобными себе, и убеждается в том, что велик он пред Богом и между людьми, а следовательно, не знает он Бога. и чем более превозносится в собственных глазах, тем далее отходит от источника всех благ постижимого, постигаемого верой, но не этим рациональным знанием. Потому, приобретая многое познание, надлежит человеку и более смиряться, сознавая, что весь этот многосложный, прекрасный мир, созданный Дворцом, более всего дорог нам, потому, что отражает для нас величие своего Создателя. И мы, отталкиваясь от красоты тленных вещей, восходим к непостижимому и великому значению для нас причины всех этих земных благ. Таким образом, совершаем мы шаги Богопознания, таким образом, отталкиваясь от знания человеческого, восходим к знанию небесному. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok